Родители часто задают вопрос, почему дети ведут себя плохо, почему капризничают, балуются, вредят взрослым или другим детям. При этом они точно знают, что их поведение неправильно. Родители ведь их ругают и наказывают. Вот этим вопросом задался американский педагог и психолог Рудольф Дрейкус, и он долгое время наблюдал за детьми и обнаружил очень интересную закономерность. Дети плохо ведут себя не просто так, не потому что им скучно или у них скверный характер. Демонстрируя плохое поведение, дети преследуют какую-то цель. И дальнейшие наблюдения подтвердили, что повторяющееся нежелательное поведение детей имеет так называемый мотив. То есть дети не просто так злятся, кричат, плачут или многозначительно молчат. Таким образом они добиваются своих целей. Здесь надо обязательно сделать оговорку. Дети не специально или запланированно выбрали такой путь достижения своих целей. Да и сами цели ими не осознаются. Таким образом психика детей пытается компенсировать комплексы, а чаще всего страхи, которыми дети перегружены, вернее психика детей перегружена. Итак, любое плохое поведение детей имеет мотивы и цели. Рудольф Дрейкус закономерности в отклоняющемся поведении детей сформулировала два постулата. Первый – дети сами выбирают поведение. И второй постулат. И существуют четыре мотива, по которым дети себя ведут плохо. Первый мотив – это привлечение внимания. Второй – месть. Третий – власть. И четвертый – избегание неудачи. Понимание этих мотивов дает указания взрослым, каким образом нужно общаться с ребенком, чтобы его нежелательное поведение проявлялось все меньше и реже. Кстати, эти мотивы стимулируют сложное поведение не только у детей, но и у подростков, и у взрослых. То есть нежелательное поведение детей сохраняется и переносится людьми во взрослую жизнь. Имейте это в виду. И еще следует иметь в виду, что не у всех детей с плохим поведением есть мотивирующая цель. Иногда ребенок капризничает или не слушается просто потому, что у него плохое настроение, нет желания делать то, о чем вы его просите, ну или просто ему грустно. Мотивированное нежелательное поведение постоянно. У него высокая периодичность. Иногда вспышки гнева или истерика могут случаться без видимых причин. Их проявления яркие и достаточно продолжительные. Родителям, дети которых часто демонстрируют одинаковое нежелательное поведение, нужно научиться справляться с такими проявлениями. И воспитать в них здоровые привычки и реагирование. Как это можно сделать? Чтобы понять мотивы поведения вашего ребенка и знать, как вам действовать, запомните, пожалуйста, два шага. Это важно. Шаг первый. Наблюдайте вашу собственную реакцию на поведение ребенка. Оценивайте свои чувства и эмоции. Это важно. И второй шаг. Наблюдайте реакцию ребенка на ваши действия. Ответная реакция ребенка на ваше поведение также позволяет узнать, чего же он добивается. В этом уроке мы рассмотрим первый из мотивов нежелательного поведения детей. Это мотив привлечения внимания. Его девиз такой. Я нуждаюсь в твоем внимании. В твоем особом внимании. Если ваш ребенок вдруг замолкает, перестает играть и начинает грустить или громко требует обратить на него внимание. Например, вы говорите по телефону, но именно сейчас ему надо вам что-то сказать. Кричит, чтобы вы уделили ему внимание прямо сейчас и не реагирует на просьбу, подожди немного, я занята. Может имитировать заболевание, если не получает внимание сразу же. Например, начинает кашлять, говорит, что у него болит живот или голова. И при этом вы, общаясь с ребенком, чувствуете только раздражение. И пытаетесь скорректировать его поведение, значит он добивается вашего внимания. И скорее всего это и есть тот самый мотив нежелательного поведения. А что происходит? Самое неприятное для человека это чувствовать, что его не замечают. Внимание нужно каждому и особенно детям. Если к ребенку не приходит мама, он конечно же начинает плакать. Тогда мама берет его на руки. Становясь постарше, ребенок уже не плачет, а кричит, требуя внимания мамы. Он понимает, что на спокойные просьбы она не откликнется, а на требования в голос отреагирует, пусть даже замечание. Дети постарше привлекают внимание баловством. Ведь на спокойно играющего ребенка не обращают внимания. И как только ребенок получает внимание, его нежелательное поведение тут же прекращается. Таким образом, психика ребенка устанавливает закономерность. Будь непослушным, плохим и тебя заметят. Изменить поведение ребенка, возможно, изменив свою реакцию и дальнейшее свое поведение. Во-первых, не ругайте его. Покажите ребенку, что добиться внимания с вашей стороны он может совсем другим способом. Например, помогая вам в чем-то, выполняя ваше задание или просто хорошим поведением. Сделать это очень просто. Реагируйте на просьбу о внимании ребенка сразу же, как только услышите или поймете, что он хочет, чтобы вы обратили на него внимание. Не дожидайтесь от него демонстрации его потребности. Уделите ему времени столько, сколько ему нужно, а может быть и больше. И таким образом вы будете стирать его проверенный способ добиваться внимания нежелательным поведением. И избавите себя и его от плохого настроения. Оставьте свои дела на потом. Просто посидите с ним. Посмотрите, как он играет. Поиграйте вместе. Послушайте его рассказы. Может быть, ему хотелось поделиться с вами своими новостями или своими переживаниями. Побудьте с ним. А самый лучший способ избежать негативного привлечения внимания со стороны ребенка – это почаще уделять ему внимание. Тогда у него не будет необходимости, напоминать ему вам об этом. Второй мотив нежелательного поведения детей – власть. Девиз звучит так «Я тут главный». Поведение, продиктованное этим мотивом, встречается чаще всего. Борьба за власть, за свои желания делает детей практически неуправляемыми. Этот мотив может сделать из нежного, ласкового ребенка, яростного и агрессивного тирана. К сожалению, многие родители пасуют перед таким поведением детей. И их нежелательное поведение закрепляется на долгие годы. И как это не печально, порой на всю жизнь. Это из маленьких тиранов вырастают скандалисты и агрессивные карьеристы. Жить с ними сложно. Но если следовать рекомендациям, которые я вам предложу, то можно повлиять на поведение детей, а иногда даже на взрослых людей. Итак, если ваш ребенок стремится делать только то, что он хочет, кричит и спорит, доказывая свою правоту, игнорирует любые замечания и уговоры, а случается, что временно уступает, а потом снова энергия продолжает свое нежелательное поведение, и если вы при этом гневаетесь, а когда ребенок не слушается, даже можете закричать, значит он борется за власть. Ощущение власти дает маленькому человеку почувствовать себя главным, значимым, ведь только тогда он сможет контролировать действия других людей и оградить себя от боли, унижения или одиночества. Возможно, в раннем детстве малыш получил психологическую травму, был оставлен мамой на несколько дней или испытал физическую боль, ну, например, когда болел. Причину найти трудно, но потребность контролировать мир, в котором он живет, кажется ему одним из способов выживания. Для детей постарше существуют еще две основные причины властного поведения. Первое, у них нет примеров конструктивного послушания. Возможно, в семьях, где они растут, идет борьба за власть и заглавенствующее положение между взрослыми, и ребенок просто не знает, не умеет строить свои отношения с окружающими на основе послушания. Он борется, как папа или мама. Или вторая причина – это ставка на силу, на сильную личность, на агрессию. Ее корни, как правило, тоже из семьи, когда родители не умеют договариваться и общаются на повышенных тонах. Например, девочка восьми лет все время спорит с мамой. Не соглашается одевать то, что предлагает мама. Отказывается есть, что приготовлено, хочу другое. Или мама напоминает ей, что пора что-то делать. То тогда начинает сопротивляться и кричать. Мама пытается урезонить дочку, заставляет выполнить требования. В итоге они кричат обе. Наставления в этом случае ни к чему не приведут. Нужен позитивный пример общения в семье. Что делать? Первое, что надо запомнить, когда начинается борьба за власть, это то, что взрослым нельзя выражать свой гнев. Лучше отказаться от борьбы. Использование силовых методов только увеличит стремление ребенка достичь своего. А если ребенок уже начал борьбу, постарайтесь переключить его внимание на что-нибудь другое. Старайтесь избегать конфликтов. Учитесь договариваться. Если борьба происходит постоянно, пробуйте переложить ответственность за принятие решений на него, на самого же ребенка. Ну, например, ты сейчас будешь делать уроки? Или после того, как покушаешь? Или поиграешь? Или поиграешь? И у ребенка сложится иллюзия, что это он сам принимает решения. И еще направляйте энергию ребенка в конструктивное русло. Просите его о помощи делать что-либо. Спрашивайте совета. Делайте что-нибудь вместе с ним. Дайте ему почувствовать свою значимость. Ну, значимость ребенка. И когда ребенок поймет, что вы его уважаете, борьба за власть закончится. А теперь поговорим о третьем мотиве нежелательного поведения детей. О мести. Девиз этого мотива «Я отомщу за обиду». Нежелательное поведение детей, вызванное мотивом мести, самое тяжелое, а порой даже опасное. При этом сложно понять, за какую обиду они могут вредить родителям или другим людям. Взрослым главное помнить, что дети и сами не знают, за что они мстят. Обида кроется в их глубокой памяти, в бессознательном разуме. Но эта негативная энергия требует выхода. Вот и случаются яркие вспышки гнева или истерика. Итак, если ваш ребенок убежден в собственной непривлекательности и часто заявляет, я некрасивый, я толстый, длинный, ну или что-нибудь в этом роде, при этом плачет, кричит, бьет себя по лицу или замахивается на зеркало. Если ваш ребенок постоянно думает о мести за свои страдания, которые ему, кстати, причинил кто-то другой и когда-то, и частая претензия, а я не просил вас меня рожать, это месть. Но не факт, что вам. Если ваш ребенок говорит родителям, что они ему не нужны, он и без вас проживет, и пугает обещаниями сделать с собой что-нибудь ужасное. Если он ругается и сквернословит, если он убегает из дома, к счастью, недалеко и ненадолго, а вы при этом чувствуете раздражение и бессилие перед его вспышками гнева, значит, у ребенка мотив нежелательного поведения – это месть. Месть похожа на власть, но причины плохого поведения глубже. Ребенок, который борется за власть, просто испытывает вас, а мститель изживает внутреннюю боль, которую ему нанесли, и, может быть, даже и не вы, а кто-то другой. Мстители делают другим не просто плохо, они выбирают то, что особенно впечатлит взрослого. Если, например, вас раздражает беспорядок, то порядка в доме не будет. Если для вас важны успехи в школе, то он не сделает даже попыток, чтобы исправить успеваемость. Истоки подобного поведения в недостатке любви, в недостатке доверия и близости, в недостатке искреннего внимания к ребенку – это всегда нарушенная привязанность. Ребенок мог переживать за развод родителей, но винил в этом себя. Жить с такой травмой невозможно, и он мстит за свою боль и чувство вины. Ребенок мог видеть, как родители ссорились, и это тоже его вина. Так думают все дети, когда родители ссорятся. Они думают, что они недостаточно хороши, и из-за них плачут матери. Подрастая, они стремятся изжить эту боль и мстят вот таким тяжелым способом. Мстят всем – родителям, друзьям, а позднее своим любимым и даже своим детям. Что же делать? В первую очередь разделите личность ребенка и его мстительность. Личность пытается избавиться от перенесенной боли и нуждается в поддержке, а мстительность – в осуждении и коррекции. Избегайте конфликтов. Во время вспышки эмоций ребенка уклоняйтесь от обсуждения, не разговаривайте с ним. А лучше вы вообще уйдите из комнаты. Игнорируйте его крики и упреки. Пока вы рядом, он не успокоится. И самое главное – как можно чаще проявляйте теплые чувства. Показывайте свою любовь. Хвалите ребенка за хорошие поступки. Делайте ему комплименты. Его необходимо отогреть. Убедить в том, что он самый лучший, самый любимый, самый красивый. И если ребенок это поймет, его самооценка поднимется. И вспышки нежелательного поведения постепенно будут угасать. Вряд ли они исчезнут навсегда. Но они станут редкими и не столь яркими. Когда ребенок подрастет, станет взрослым человеком, ему может помочь работа с психологом. Но это будет уже его решение. Итак, четвертый мотив нежелательного поведения – избегание неудачи. Его девиз «все равно не получится». Этот мотив нежелательного поведения детей – результат их низкой самооценки и сомнений взрослых в способностях ребенка. Детей с такой мотивацией прежде всего время критиковали за совершенные действия. Негативно оценивали их как личность. Именно как личность, а не их поступки. Они перестают совершать действия, потому что боятся быть снова униженными. А бездействие превращается в привычку. Такие дети – конформисты, излишне послушны и угодливы. Ведь легче точно выполнить просьбу или приказание взрослого, чем проявить самостоятельность и получить осуждение. По словам Рудульфа Дрейкуса, он, ребенок, прячется за демонстрацией реальной или воображаемой неполноценности. Если такой ребенок может убедить взрослых в том, что он действительно не способен выполнять какие-то действия, к нему будет предъявляться меньше требований. И можно будет избежать многих возможных унижений и неудач. Это мотив, когда действия ребенка направлены не на победу, а на исключение поражения. Итак, если ваш ребенок равнодушен к учебе и даже не пытается сделать усилия, чтобы выполнить какое-нибудь задание, или часто повторяет фразы «я не смогу», «я не умею», «у меня не получится», «уклоняется от любой деятельности» или «с удовольствием констатирует факты чьих-то неудач». Никто не смог это сделать, все получили плохие оценки. А вас посещает отчаяние и опускаются руки заставить его что-то сделать, скорее всего, это мотив избегания неудачи. Это не лень и отсутствие интереса. Это защитная реакция ребенка от возможного унижения и порицания. Мотивации привлечения внимания, власти и мести формируют личность с некоторыми сильными сторонами. Ну там, добиться своего, постоять за свои интересы. А вот в позиции избегания неудачи силы нет, и ребенок вырастает слабой, конформной и неразвитой личностью. Что же делать? Во-первых, наберитесь терпения. Хвалите ребенка даже за попытки сделать что-нибудь полезное. Если у ребенка что-то не получается, помогайте. Не оставляйте попыток помочь ему. Говорите ему, давай попробуем вместе, давай попробуем еще раз. И обязательно любое дело доводите до конца. Запретите себе и другим давать негативные оценки личности ребенка. Оценивайте только его проступки, но не его самого. Мотивируйте его. Например, это действительно сложная задача, но ведь ты умница. Подумай хорошенько, и у тебя все получится. Я знаю, что тебе трудно. Первый раз не получилось, а с моей помощью ты справишься. Не оставляйте без внимания его усилия. Акцентируйте внимание на успехах ребенка. Будьте настойчивыми. Помните, вы ответственны за будущее своих детей. В этом разделе «Мотивы нежелательного поведения детей» вы познакомились с очень важной и очень полезной информацией. Я вам рекомендую познакомиться с ней более подробно в нашей брошюре и прочесть книги, которые представлены на слайде. Я желаю вам счастливого родительства, удачи и счастья. Всего вам доброго.